Эпизод второй, почти мистический. У Галины Сулимовой день рождения, 26 апреля. День рождения, 26 апреля, обычный апрельский день, весенний, самый ничем не примечательный был всегда. Мы его и праздновать собирались, как обычно. Хотя, да и никаких предчувствий не было. Единственное неудобство было то, что станцию остановили, плановый останов. И я, как работник наладки в тот момент, была выведена в ночную смену, на ночное дежурство. Так что перед днем рождения мне пришлось поехать на Чернобыльскую атомную на работу. Приехала я к 12 часам, смена с 12, переоделась, бегом пришла на блог. А поскольку я работала к тому моменту всего лишь чуть больше года. Я начала работать с марта предыдущего года. То знала еще далеко не все. Станция большая. И сколько мы работала в наладке инженером-химиком, то и пошла к химикам в лабораторию, к опытным дамам. Попросить их показать мне точки. Нужно было там ходить, брать воду на анализ. Я пришла и попросила их пойти мне показать, так сказать, территорию, географию. Ну, они женщины бывалые, опытные. И мне говорят, боже мой, вечно эта молодежь куда-то торопится. Да, садись, чаю попьем, смену примем спокойно. Посмотрим мы на твои точки, успеем, никуда они от нас не денутся. Ну, я и тормознулась. Опытные люди говорят, значит, надо делать. Но тут уже, так сказать, 12 часов минуло. И инженер, еще второй напарник мой, который пришел со мной на смену, он ушел к начальнику лаборатории в это время. И они мне начали звонить оттуда, из лаборатории, кричать. Ура, ура, мы первые раньше твоего мужа, уже 26 апреля настало. Мы поздравляем тебя с днем рождения. И говорят, ну, в честь дня рождения мы решили отправить тебя домой. Поскольку, ну, не столько в честь дня рождения, но, судя по скорости, так сказать, расхолаживания, работы до особо, не предвидится до 8 утра, особого аврала не будет. Поэтому можно безболезненно тебя отпустить. Вот, на что я, конечно, заявила, что это все славно, но я работаю в наладке, а это начальник химлаборатории, и мне он не начальник, в общем-то. Я не могу подчинить... Да, покинуть свой пост. Он говорит, ну, ладно. Вот, это начало первого ночи, на самом деле. Он позвонил домой моему начальнику, благо они старые красноярские друзья, они вместе оттуда приехали. И так, что ты, девочка, начну смену, на день рождения. Мы ее отпускаем. Он мне перезвонил, сказал, ладно, раз уж так мужчины настаивают, я тебя отпускаю домой. Ну, я, конечно, обрадовалась. Это было... Ну, вот все это произошло, наверное, в течение получаса. Я побежала бегом, а смена, которая до 12, естественно, уже переоделась и уезжала. Поэтому, глядя на часы, я бегом-бегом, через АБК-2 летела туда на проходную, быстро переоделась, вылетела, а автобус уже уж пошел. Там круг такой большой был, он развернулся и уже уезжал. Ну, мне повезло, кто-то меня увидел, что я выбежала и бегу, и автобус остановился, я до него добежала, села и уехала. Вот, приехала домой около часа. Муж мой не спал еще, он говорит, я как-то предполагал, что ты можешь вернуться, если честно. Вот, нагрел мне молока тепленького, чтобы я спокойно уснула. Вот, и, в общем-то, мы отправились спать. Единственное, что мы слышали и видели, это, в общем-то, да, хлопок. И, в общем-то, даже, ну, сказать вспышку я сейчас, может быть, громко скажу. Ну, на самом деле, да, мы предположили, что это гроза. И, ну, поскольку уже вставать было лень, это было уже, так сказать, на грани засыпания. Я еще последняя фраза, которую я помню, сказала, что белье на балконе, сейчас гроза будет, ну и ладно. И все вот, то есть это было, ну, да, как гроза, и, кстати, мелкая-мелкая вибрация. Не такая, как землетрясение, я думаю, вот я, вообще, у нас бывали землетрясения, там качают медленно, а здесь такая дрожь. Ну, собственно, как раскат грозы, мы, в общем-то, так его и приняли. Ну, и, в общем-то, на этом все и закончилось. А утром мой супруг, как положено, стал, поехал на рынок за цветами. Интересный момент, да. Вот это, кстати, были первые известия, которые он принес. То есть, странности, потому что ты же помнишь, какой у нас был рынок, в основном с машин торговля, да. Вот он вернулся с рынка, цветы он, правда, успел купить, какие-то продукты успел купить. Но он говорит, что, я прошу прощения, у меня греется молоко. Так, мы его выключим, иначе оно убежит. Оно уже достаточно согрелось. Вот. И вот говорит, что машины все отправляют, закрывается рынок, всех отправляют назад, разгоняют. И вот идут слухи, что на станции что-то произошло. Мы начали звонить знакомым, кому там могли. Но станционные телефоны не отвечали ни у кого. И тогда решили подождать нашего соседа. А он насменил? Он, да, он был сменником под нами, жил Юра Соболев. Вот, он был сменником. Сменники вернулись где-то часов 10, в начале 11 утра, вот так. И вот это вот уже первая информация, которую мы услышали, была от него. Это, конечно, тоже было... Ну, они не верили, я так понимаю. Ну, авария, да. На самом деле, аварии бывали и раньше, всякие, разные. Он тоже приехал, сказал, что... Вот говорят, что что-то страшное. У них взяли, по-моему, кровь на анализ у всех, и потом их отпустили домой. Ну, собственно, вот такая обрывочная информация у нас и была. Но поскольку жизнь шла своим чередом, гости были приглашены. День рождения прошел, да. Прошел достаточно успешно. Ребята все пришли. Все гости были на месте в положенное время. Всего мы наготовили, мы праздновали. Хотя, конечно, разговоры уже вертелись вокруг происшедшего. Да, единственное, что я теперь задним числом вот вспоминаю, как нашу глупость, это то, что пока мы сидели дома и праздновали, ребенок наш гулял на улице, которому три с половиной года тогда было. И, собственно, это ему припомнилось. Я ее привезла как... А где жили? Мы жили в колхозном доме. А, около Дружбы, Радуга. Проспект Победы, да. Радуга, магазин Радуга. Около магазина Радуга, длинный большой колхозный дом. Лежачий небоскреб, как называется. Да, 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 да. Длинная пятиэтажка. Жили мы на пятом этаже, напротив горосполкома как раз. Вот, поэтому, когда уже начали приезжать все эти БТРы туда ездить, горосполкома, все это как раз у нас было перед глазами, перед нашим балконом, на самом деле. Можно это уже считать, там, мистикой, совпадением, чем угодно. Ну, наверное, вот как-то мне так говорят. Вот у тебя день рождения в такой трагический день. Я говорю, что вот мой день рождения меня спас, в общем-то, да. Поскольку вот осталась бы я там ночью, и неизвестно, куда бы я пошла бы тоже быть к этому времени. Да, может быть. Вот, а ребята, конечно, помнили, что я была на смене. Я не одна была. Из всех лабораторий, из всех отделов наладки ребята дежурили. Я знаю, что когда все бежали оттуда с ВСРО, убегали. Саша Чумакова, я не знаю, ты их не помнишь, наверное, тоже наш наладчик. Они с Мариной Акинфио бежали туда. Им все кричат, вы куда? Все оттуда. Они говорят, да там же Сулимова где-то на смене. Да мы ее отпустили, она домой уехала. Хорошо, тогда разворачиваемся обратно. И все назад. То есть ребята, в общем-то, помнили и старались помочь. То есть до сих пор вспоминают. Мы же вот собирались как-то 20 лет в цеху было. Тоже несколько лет назад. Все говорят, помнишь, как мы тебя бежали искать? Я говорю, я не помню, я дома была. Я дома была, да. Так что я не знаю, как считать свой день рождения. Трагическим или наоборот спасительным. Трудно сказать. Вот я стараюсь разделить так. Вот ночью пошли, так сказать, отдали дань памяти и всему. Проснулись. Да, день рождения. Ну а как? Жизнь-то, в общем-то, продолжается. Да, и теперь сделать этот, повесить черную ленту, да. Ну зачем трауры соблюдать? Хотя есть почему и по ком, конечно. Потому что и друзья были, и наш инженер-наладчик, с которым я вместе приехала на смену. Вот меня дамы остановили, поскольку я, как маленькая девочка, пошла спрашивать разрешение. А он опытный, да, работник. Он пошел сам сразу смотреть, что нужно будет делать. И ушел этот Валера Хадемчук. Вошел и не вернулся. А вот не было в день рождения, тебя бы не отпустил. Нет, конечно, да, нет, конечно, сидела бы там, кому, собственно, ну, даже если бы не было активной работы, ну, вышла девочка на смену, сидит и сидит, она пришла, хотя бы делает то, что номинально, то, что нужно. И, конечно, никто бы меня не отпустил. А еще она вспомнила о том, как 26 апреля 1986 года близкая подруга хотела поздравить ее с днем рождения по телефону. Звонила, а телефон не отвечает. Она говорит, вообще не знала, что делать. Ты не звонишь, не появляешься, мы тут все волнуемся. Она написала запрос в программу «Время». Вот у меня в Припяти подруга, я не могу найти. Ей прислали официальный запрос, она мне его передала, я его храню. Значит, в списках погибших не значится. Да, так что очень интересно. Да, так что такие бумажки интересные хранятся. Но, тем не менее, официальный пришел ответ человеку, что... Потом я уже, когда позвонила, она говорит, ты что, мы тут тебя ищем, а ты... Так, восьмерку, что-то отключились. Да, да, позвонить было некуда, ниоткуда совершенно. Мобильных тогда не было. На самом деле, интересно, я когда уехала, летом после аварии нас отправили на Смоленскую атомную, летом я там была, и поехала еще в санаторий в Крым. Было мне делать нечего, я решила съездить в Севастополь на экскурсии. Все, в автобус тогда, я не знаю, как сейчас, тогда же это был достаточно закрытый город, да, и мальчики... Экскурсионную группу? Да, да, экскурсионную группу, все зашел в автобус, проверяет паспорта, вот, и паспорт мой берет, а... Экскурсионную? Да, открывает, а поскольку день рождения у меня был первый юбилей, мне было 25 лет, да, исполнилось. Вот, и он открывает и говорит, извините, я вас не могу пропустить, у вас фотография не вклеена вовремя. Я говорю, да вот как-то не получается у меня пока, негде мне вклеить. По месту прописки он мне говорит, вы знаете, говорю, я как-то вот с местом прописки у меня проблемы. Он так полистал, посмотрел на прописку, закрыл паспорт, проезжайте. Гори, гори, моя звезда, звезда любви, привет моя. Ты у меня, ты у меня, одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня, ты у меня, одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда прошедших луч. Ты у меня, одна заветная, fullest в других. Ты будешь вечерно незабвенная, в душе измученной моей. Ты будешь вечна, незабвенная, в душе измученной моей. Моих лучей небесной силою, вся жизнь моя озарена. Умру ли я и над могилой горит сияй, моя звезда? Умру ли я и над могилой горит сияй, моя звезда? Гори, гори, моя звезда, звезда любви. Ты, привет моя, ты у меня, одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня, одна заветная, другой не будет никогда. Субтитры создавал DimaTorzok